Магнитогорск Сегодня Магнитогорск посетил первый заместитель губернатора Челябинской области Владимир Дятлов. Визит совпал сразу с несколькими событиями. Пуском газа в поселке Станица Магнитная, 30-летием пиковой котельной и забивкой первой сваи в основании крытого ледового катка. Материал Виталия Березина. Хлеб, соль, песни, пляски Владимира Дятлова в Станице Магнитной встречали как дорогого гостя. Добрые вести о дешевом и чистом топливе в поселке ждали, если не с основания станицы, то по крайней мере последние лет 30. Конечно было очень тяжело. Уголь выписывали. Уголь привезти надо было топить. Постоянно все грязные, постоянно все черные. И в доме тоже копоть. Виктория Арканова за подводку голубого топлива в дом выложила 35 тысяч рублей. Местному и областному бюджету магистраль обошлась в 15 миллионов. Зато теперь у жителей поселка расходы на отопление снизятся в 2-3 раза. Зам. губернатора пообещал, что к 2010 году газ будет во всей области. Владимира Дятлова также интересовала пиковая котельная. Сегодня исполняется 30 лет с момента ее постройки. Благодаря модернизации сейчас теплоснабжение большей части города контролирует один компьютер. Отсюда лучше снимать. Картинку вам посмотрите. Больше всего областного гостя интересовались жилищные программы в Магнитогорске. Он осмотрел дома для молодых семей и переселенцев из ветхоаварийного жилья. Глава города предложил еще один проект. Вкладывать деньги не в стройку, а в реконструкцию. Я за 11 тысяч сделаю квадратный метр. За 10. Давайте мы подумаем. Я не против. Главным событием дня было забивание первой сваи катка с искусственным льдом. Он разместится на пустыре неподалеку от пересечения улиц Жукова и 50 лет Магнитки. Челябинская область несколько лет назад под руководством губернатора выступила с такой инициативой по здоровому образу жизни. О том, чтобы жить дольше, чтобы здоровье у людей было, нужно заниматься спортом. А для этого нужны спортивные сооружения. И поэтому губернатор два года отстаивал во всех инстанциях идею, что нужно выделять деньги, нужно сформировать федеральную целевую программу. Вот эту инициативу «Единая Россия» поддержала. И мы начали строить по всей стране скульптурно-спортивные комплексы. Первая свая положила начало масштабной стройке. Каток с искусственным льдом возводится по американской технологии всего за 6 месяцев. Поэтому первые желающие смогут встать на коньки в середине жаркого лета. Виталий Березин, Владислав Гусев, Вести Магнитогорск. Рабочий график вице-губернатора был напряженным. Помимо экскурсий по городу и комбинату, гостю показали и новый ледовый дворец. В роли экскурсовода гендиректор хоккейного клуба Геннадий Величкин. Он показал Владимиру Дятлову ресторан, бары и кафе, которые почти готовы. Осталось завести мебель. С самой большой ложи для почетных гостей вице-губернатор рассмотрел всю площадку. Особенно поразило цветное табло. Рассказал Геннадий Величкин и о том, как готовиться к торжественному открытию, которое состоится 12 января. Планируется большой праздник, который будет продолжаться весь день. В программе планируется выступление очень высокого уровня фигуристов наших, общеизвестных, российских. Я думаю, что здесь будут и чемпионы мира, может быть и олимпийских игр. И затем непосредственно наш хоккейный матч. Показал высокому гостю генеральный директор хоккейного клуба «Металлур» Геннадий Величкин и то, как обустраивается окружающая территория. И гости наткнулись на такую картину. Два дерева спилены были этой ночью. Сосны посадили совсем недавно. Цена одной такой красавицы 30 тысяч рублей. Кражей деревьев занимается милиция. Есть и подозреваемые. Охрана прилегающей территории усилена. Только к каждому дереву охранника не приставишь. Дмитрий Пашковский, Владислав Гусев, Вести, Магнитогорск. Сегодня день энергетика. В городе более 10 тысяч специалистов в этой отрасли. Вот уже три года магнитогорская энергетическая компания успешно работает на рынке. Объем продаж в уходящем году составил почти 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Доброе утро, диспетчер Мак Кризанов. Что у вас случилось? У магнитогорской энергетической компании 165 тысяч потребителей. Это промышленные предприятия, торговые точки, жилые дома. Три года назад удалось собрать в единую информационную систему 200 счетчиков, которые фиксируют поступление электроэнергии в город. Сейчас в любую минуту на предприятии точно знают расход электричества. Ноу-хау магнитогорцев системы управления освещением улиц на Южном Урале подобной нет. Пока она работает только на проспекте Пушкина. Через три года подключат все районы. Эта система позволяет в будущем для налогоплательщиков города полностью точно знать, сколько тратится электрическая энергия на освещение города, а также более оперативно управлять освещением. За три года компания построила на комбинате газопоршневую электростанцию, заменила 15 тысяч счетчиков, наладила бесперебойное снабжение током магнитогорских поселков. Теперь необходимо покончить с воровством электроэнергии. Потери от хищений только в этом году составили более 11 миллионов рублей. Автоматизировать частный сектор города Магнитогорска, в один год автоматизировать учет частного сектора города Магнитогорска, в один год это сделать невозможно практически. Но в течение десятилетия, десяти лет, это в принципе реально. На средства, полученные от продажи электроэнергии, компания оснастила современным оборудованием две городские подстанции. Энергопотребление Магнитогорска сопоставимо с энергопотреблением всей Курганской области. Город и промышленные предприятия расходуют в год свыше 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Андрей Подольский, Леон Слободнюк, Вести Магнитогорск. Магнитогорские милиционеры начали операцию пиротехника. Цель – очистить магазины и рынки от товаров без сертификатов. Как показал опыт последних лет, именно такие фейерверки и петарды – причина многочисленных травм и ожогов перед новогодними праздниками. Ежедневно стражи порядка изымают десятки опасных пиротехнических изделий. Операцию пиротехника разбили на два этапа. Первый провели в начале декабря. Итог – около 500 изъятых фейерверков только в Правобережном районе. Второй этап начали в преддверии Нового года, чтобы праздники не омрачились многочисленными несчастными случаями от некачественных изделий. Температура горения, всем известно, очень высокая. Поэтому ожоги, которые получаются в результате использования таких средств, очень серьезные. Это порядка третьей-четвертой степени, которые уже требуют, так скажем, довольно-таки серьезного хирургического лечения. Сейчас в травмопункте еще нет жертв взрывоопасной продукции. В прошлом году в это же время было уже 15 пострадавших. Как правило, это серьезные ожоги рук и лица, от которых почти всегда остаются шрамы. Всплеска ожидает новогоднюю ночь, когда горожане выйдут на улицы с разнокалиберными салютами. Милиция ежедневно задерживает партии несертифицированной продукции. В двух граждан Республики Таджикистан на центральной городской ярмарке изъяли вот эту всю пиротехнику. Они торговали пиротехникой без сертификатов, качества, соответствия. На самой пиротехнике даже нету страны-изготовителя. Рыночные торговцы лишились двух коробок, забитых пиротехникой. В ближайшие день-два все это должны были купить горожане. Зачастую китайские изделия низкого качества взрываются прямо в руках. Больше надежды на магазинную продукцию. Но и там не будет лишним спросить сертификаты. Как правило, показывают, что рыночная торговля – это и есть самое правонарушение магазина. Сколько проверяем, то у них все в порядке. Операция продлится до 30 декабря. За это время инспекторы планируют проверить все рынки и магазины, где торгуют праздничной пиротехникой. Виталий Березин, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Клуб служебного собаководства «Ростес» закрывает сезон. Нынешний год для кинологов был богат на события. Отметили 60-летний юбилей, добились успехов на всероссийских и международных выставках. Сейчас членами клуба являются более тысячи кинологов. По-прежнему одна из главных задач – племенное разведение. Этому малышу полтора месяца. Щенков для нашерстной таксы за всю историю клуба получили впервые. По полнению рады не только кинологи, но и питомцы. Особенно сладкая парочка – Вася и Лиса. Немецкие миниатюрные шпицы – общительные собаки. Правда, характеры разные. Вася, как и положено чемпиону России, спокойный, уравновешенный. А вот Лиса эмоциональная и к тому же непоседа. В клубе ее называют «вечный двигатель». Всегда она у нас активная, жизнерадостная с детства. Вася был более спокойный с детства, а Лиса вот она у нас ко всем идет. Очень активная. Любим побегать, попрыгать. Всех вокруг любим. Не менее общительный – сибирские хаски. Недавнее приобретение и гордость клуба. Собака такой необычной породы – единственная в регионе. Снежок с голубой звезды – это название московского питомника – появился здесь два года назад. Несмотря на грозный вид, это ласковая собака. Кинологи планируют получить хороших щенков. Уже сейчас собаководы начинают готовиться к новому выставочному сезону. Минувший был успешным. В ноябре месяце в Польше проходила всемирная выставка собак. У нас ездил наш той терьер, который стал вице-чемпионом мира. То есть это одно из таких вот самых высоких достижений. Несколько собак получили у нас титулы чемпиона национального клуба. Такие титулы, говорят кинологи, – это прежде всего заслуга владельцев собак. Так считает и хозяин лабрадора Владимир Тихонов. Гуччи всего полтора года, а уже юный чемпион России и лучший представитель своей породы. Собакой нужно обязательно заниматься, чтобы она не была как сорняк. То есть именно уход за собакой, занятие и любить собаку нужно. В принципе, я считаю, что такие факторы должны быть у хозяина, который хочет заниматься именно с собакой. Уже в феврале кинологам предстоит защищать честь клуба на различных выставках. А летом в Магнитогорске состоится всероссийская выставка собак. Ольга Беличенко, Леон Слободнюк, Вести, Магнитогорск. Компания «Теледва» подводит итоги акции в Европу с «Теледва». В воскресенье в легкоатлетическом манеже назовут имена трех счастливчиков, которые получат путевки в Швецию. По мнению руководителей многих крупных компаний, Урал является новым и перспективным рынком. Именно поэтому европейский холдинг «Теледва» считает наш город зоной особого внимания. Магнитогорск является для нас очень важным регионом. Единая европейская сеть «Теледва» укрепляет свои позиции на рынке Магнитогорска и России в целом. «Теледва» — это европейский оператор сотовой связи, признанный в 22 странах Европы. А Магнитогорск — это современный, динамично развивающийся город, жители которого понимают необходимость в разумной трате денег. 35 миллионов абонентов «Теледва» сделали правильный выбор, считают представители шведского холдинга. Обладатели сим-карты «Теледва» платят за услуги связи столько, сколько стоят простые необходимые вещи. Представители компании обещают магнитогорцам только высокое качество связи и обслуживания, а также удобные, разработанные специально для Магнитогорска тарифы. Специально для Магнитогорска мы ввели тариф «Лига» — это отсутствие абонентской платы и платы за подключение. При выборе дополнительной опции «Лига друзей» за звонки на мобильные других операторов абонент платит всего половину цены. В преддверии новогодних праздников компания «Теледва» приготовила магнитогорцам подарки. В воскресенье в легкоатлетическом манеже пройдет финал акции в Европу с «Теледва», где будут разыграны три путевки в Швецию. Главным сюрпризом для жителей города станет выступление легендарной группы «Бакара». Вход на концерт свободный. Еще раз хотел поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Анна Арестова, Виталий Березин, Алексей Гондаренко, Вести Магнитогорск. Магнитогорские хоккеисты провели очередной матч чемпионата России. В Челябинске «Металлург» экзаменовал трактор. Подробнее расскажет мой коллега Дмитрий Пашковский. Магнитогорцы повели себя по-хозяйски. Заставили буксовать трактор уже на шестой минуте. Отличился Денис Платонов. Затем отличилось первое звено. Марок и Кудрна создали момент, Кулемин его реализовал. И отправил галкипера хозяев Гелашвили отдыхать на скамейку. Все в том же первом периоде магнитка упрочила свое превосходство. Численное большинство реализовал защитник Атюшов. Челябинцы мобилизовались и одну шайбу отыграли. Во втором периоде мы тренировали игру в меньшинстве. В неравных составах много удалялись. Это, конечно, такой момент, который не устраивает меня. А хочу сказать комплимент в адрес трактора Геннадия Федоровича. Команда очень здорово выглядела. Руслан Нурдинов сделал счет 4-1. Челябинцы от шока так и не оправились. Единственное, на что хватило гостей, отыграть еще одну шайбу. 4-2. Очередная победа. Всем нужны очки сейчас на этом этапе. Может быть, наши быстрые голы немного шокировали. Немного приостановили трактор. Но потом нам довольно-таки тяжело пришлось. Металлург переместился на четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч дома в воскресенье с московскими армейцами. Дмитрий Пашковский. Вести Магнитогорск. Завершит программу прогноз погоды. Спасибо за внимание и удачных выходных. В Кизельском районе ночью минус 15-17, днем столбик термометра опустится до 7 градусов. В Верхнеуральске 17-19 градусов мороза ночью, днем минус 7-9. В Новобзаково минус 14-16 ночью, днем до 6 градусов мороза. В Магнитогорске переменная облачность возможен снег, местами метель. Ночью до 17 градусов мороза, днем минус 6-8. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok